все острым начался да да начался я вижу я вижу что меня слышно я вижу что меня видно и поэтому мы вас приветствуем в очередной 23 серии многосотни часового прохождения might and magic book one secret of inner sanctum или если по-русски могущество и колдовство книга 1 тайна внутреннего святилища сейчас мы будем ее открывать я помню что неплохо засветил участок карты b1 прошлый раз также мы нашли врата в другой мир которые пока ничего не делают мне кажется что они сделают что-нибудь позже так все собрались все идем я даже циклы снижать не буду я уже привык к быстрому ходу боя у нас по предметам нормально серебряный ключ дает кожу горлики летающий ковер у меня есть которая пока не использован на крайний случай а вот этот который экипирован показываю пальцем в монитор типа вы видите тоже вот этот я использую там один заряд остался на всякий случай в прошлый раз не заметил забыл что экипировал чего-то состояние нормальное ману всех в порядке почти холирус привет как там твои дела делишки вот сейчас я пойду в замок северный и воды исследуем а то он оказалось мне не исследованы до конца я думал что уже везде там все бежал ну хорошо когда не получается не надо расстраиваться а где тут не будет здесь допустим в этой комнате на секс лучше сразу кожу накастую на всякий случай молитом я вот прям чувствую на входе энкаунтер будет и вообще-то закрыто поэтому нужно сделать блок я его сделал вот тут нет он каунтера никакого в этой комнате есть ничего удивительная комната с ничем тоже неплохо так тут тоже были закрыты а и шторм словили насколько это нас повредила двое ослепли надо это вылечить так это двину окошко чтобы заклинание лучше видеть лечение слепоты на 1 лечение слепоты на 2 все за поем у меня же есть заклинание создать еду и вечно приняла забываю да тут уже современный мир позволяет делать заклинание доставить еду или хотя бы градиенты для крафта еды крафтовая еда так что у нас здесь тоже ничего уже подозрительно обыскиваю каждый квадратик в которой наступаю а вот тут закрыто вот это уже подозрительно вообще у нас по здоровью вполне справимся если что будет такого с чем нужно справляться но нет этот замок этот участок замка чист сейчас мы походим вот в эти его южные участки тупик а тут обязательный с кентаврами я попытаюсь от него убежать потому что нафиг мне кентаври эти они усыплять могут их много и тяжело очень оооо ооо 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 оо ооо 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 валим валим там оказалось пустой пустой склеп из которого обычно мы получаем неприятности в виде спектра допустим ну как агуо мама хотела уже огурочки сводить точно ща ща пацаны покажите новости из дома из дальнего дома это такие которые должны были вырасти гигантскими но они болели и поэтому не очень мне кажется мы же такие чужие у нас у нас у нас у нас напиши что хорошенькие спектры сильные они могут высасывать жизнь но я попытаюсь с ними схлестнуться потому что это все таки много опыта и их всего трое это самая щадящая наверное встреча из всех таких когда заходишь пустой волк или на тебя нападают какие-то жуткие жуки начнем с того кто послабее они андеды кстати они андеды их можно попытаться тернуть нет эффекта понятно больше их не тернуем свет солнца ослабить может или сначала нет сначала ослабить молнии потом поработаем но я не вижу чтобы у них армор класс от этого просила видимо не работает на них это что значит высасывают жизненную силу не понимаю возраст не увеличивается статы не падают может они так хиляются кстати если бы они были не целёхонькие возможно это бы атаках хиляло наверное а пиявки хиляются когда сосут кровь ну кушать это полезно для здоровья можно попытаться их а нет мы нифига не можем их засогестить у них сопротивляемость к ментальным воздействиям а это все таки ментальное воздействие можно ну сайланс наверное смысла нет я тогда блеску сделаю вот это точно не помешает а вот сейчас будем молниями их бахать кстати можно скорости пауэрнак вставать но это к сожалению только на одного в пати работать не на всех а мы не особо попадаем так что лучше наверно молнией поработать во неплохо да молниями мы их сможем загасить я думаю главное лечить свет солнца но гуманисты уже вырубили керриган вырубили жёстко очень жёстко как только вырубят ебавы дремало будем бежать питаться или он сможет полечить себя сейчас давайте он себя полечит ой опасные ребята а мы молниями продолжаем обрабатывать спектров один скоро кончится кстати так оружие не имеет эффекта у края понятно он только защищаться тогда будет блин жёстко не мы тут не вывезем надо бежать пытаться ладно не убежали ничего страшного мы ничего сделать не успели собираемся жёстко жёстко ну что поделать такова судьба приключенцев иногда их убивают что случилось холероз чем смогу помогу еще раз сюда попытаюсь зайти вдруг там еще тайные ходы нет других тайных ходов нет девушка очень боится твоих предков как жить сух сложный вопрос а с ними обязательно прям как-то видеться и контактировать я вот думаю что нет не если есть повод бояться если нет то если актуально нет никакого повода то можно как то это ты знаешь как в ежи петруча слушал ежи петруча я его не боюсь я боюсь как он отреагирует просто минус 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 и тут не даст никуда так нам нужно защитой от огня нет не так как вот у ежи и петруча было однажды ежи был собак а петруча был почмисти оа привет рост и однажды ежи взял собак и пошел гулять бабка встретилась им и же взял собак и обработал его психологически вот обработать психологически холерус надо если нечего бояться действительно как-то подготовить аж по аналогии то как-нибудь телефонный разговор какой-нибудь такой звонят не тому человеку берет другой человека типа здравствуйте его это это я я девушка холеруса когда спрашивают кто это отвечает почему не сын отвечали на на месте ориентироваться ну но опять же если вообще можно как-то избежать контактов с родителями я даже на другом конце страны как я джода ворска очень главное не давить ни на кого не на родителями девушку если действительно бояться нечего то как-то со временем может познакомиться может нормально все будет а если есть поводы какие-то ограждать от контактов то ничего там плохого допустим если на другом конце страны и живут родители одного из двух то их вообще как-то сложно увидеть в принципе и ничего в этом плохого не вижу да как продвигается прохождение ну потихоньку я очень сейфлова медленно игра разведал почти всю вот эту вот секцию карты b1 на поверхности сделал квест в южном замке блэк ридж взял в северном полез скоро похожу думаю так сейчас я карточку подключил карту картишку где мои пдф ки я покажу куда надо идти так вот карта вот она сейчас на стриме будет 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 вот она вот мне вот в этом блэк ридж северном дали квест сходить в квирлинг форест там древние руины найти ну я думаю скоро туда заглянем чего-нибудь там найдем прикольного лечить кого нужно то чуть нет все в порядке такие хорошо держимся поэтому можно и ничего не поделать ход ничего там плохого нет я думаю иногда можно и отдохнуть вот свет солнце давай не жалей фаерболов чё такого можно и побахать они конечно слабенько по огненным муравьям бьют потому некоторых почти вообще здоровья нет ты чё булькнула давай ну пусть булькает ну даже край сегодня попадает он не часто это делает такой тут а нафиг я тут не на это подрежался я замочки вскрываю ловушки обхожу такой думает о чем не там издалека куда-то в чё-то целится в близи могу в замочную скважину прицелиться думает край нашел в предыдущем стриме врата в другой мир на этой же секции карты они ничего не сделали думаю сделать что-нибудь потом не заряжение там есть полностью исследовал южный замок сейчас иду в северный там несколько комнаток еще осталось я уже в нём какой-нибудь полечить сейчас да можно полечить нашего неогуманиста самого часто получающего по лицу почему-то мы самого хипешного у остренька ничего себе края вообще попадает нормально сегодня да да вообще все ни одной не пропустим даже те которые у меня уже есть вроде что у нас тут ловушка есть неприятно особенно вот больше всего не люблю ловушки в сумках когда открываешь такую сумку кожаную из нее что на пружине какие-то кислота выпрыгивает ну блин вот опять поездом ну хотя бы золото дали чудо гору а ну поезда ни на кого не сработал вот хорошо можно у меня когда-то он даже в списке желаемого в стиме был я такой думаю это скидка очередная 200 там 50 рублей думаю нафиг все равно сейчас играть особо не буду ну а тут он уже не надо караулить я вот в первую часть игру но она морально устарела немножечко порты открывать сервера создавать это ничего не имею против браузера серверов как знаешь там в квейке в анриу торнаменте в кс как старых было но открывать порты сегодня это как-то извините уже заебывает к тому же не любой роутер это позволяет сделать а вот в третью не играл кстати я начинал кампанию в бутылфилде третьем что-то мне показалось слишком реалистично и сложно я вот у я вот в первые бутылфилд играл вьетнам очень любил второй даже последние годы иногда бегал с ботами интересно с 3 до час поглядим ну ну пусть не выкидывает тогда на сколько место занимает на балконе постоит ну ну пускай возьмем ну вот я бутылфилда да действительно видел мне показалось что он такой супер реалистичный сложный а вот этот убийский то смотрел все вообще все его силу в тф из ну действительно такой такой ну как как калавдуте наверное в калавдуте не играл ни одну кроме 1 2 синглплеерных таких старых все ну конечно да не не арма не арма армута я помню еще с тех времен когда она опер оперейшн флешпоинт называлась никогда много не играл потому что сложно хотя я понимаю что-то совсем не сложнее чем какие-нибудь древние рп или рогалики или еще что-нибудь типа такого но там все-таки экшона больше а мне больше нравится что-нибудь пошаговое желательно где можно посидеть подумать не спеша с управлением там не запутаться не стерпел еще как этот battlefield назывался 2142 что ли его очень хотел помню когда он вышел это был один из первых лицензионных дисков которые привезли в нашу варёк с пиратскими дисками стоуншерт интересно она у меня была на заметке еще до релиза в раннем доступе сейчас вот вышла в желаемом лежит с особо то играть то некогда во все что хочется да и экономить надо ну как-нибудь обязательно он мне очень понравился по по печу по описанию плюс у динокса немножко поглядел поглядела знаете вот всегда гляжу так вот на самое начало погляжу если что-то вот попадается под руку виде видела какая-нибудь от моих коллег погляжу такой несколько минут все нравится дальше не смотрю чтобы впечатление не как я выпрашивала в магазине можно ли забрать дяденьку пожалуйста а потом мы его везли в телеге мы пошли в магазин за тортиком там гости к нам приезжали мы с ним поехали на трамвай сначала я еще многие от эту половину поставил а потом мы его везли в телеге полностью собранного он двух частей был и мы из таких телега смотрим там еще какой-то мужик подошел типа воу воу где взяли ну сколько мне лет было да сколько какого лет больше не знаю я вообще гляну третий час ну вот как только вот в 2011 шестнадцать-пятнадцать ну я про склад слышал у меня один друг играет мне такое не очень нравится точнее не очень интересно я понимаю чем такие игрульки привлекают и что в них примечательного но не совсем мое горы убегают из чего я живу всю жизнь без интернета у вас практически у меня относительно нормальный интернет только 2013 году появился поэтому во все даже соревновательные игры всякие мультиплеерные а манрил торнамент тот же контер страйк и все такое battlefield и те же я с ботами только играл и с людьми мне до сих пор не очень комфортно rainbow six siege вот тоже еще не пробовал но у меня вроде она есть не уверен какая-то версия у меня точно есть там же их несколько пакетов типа ультимативно какое-то со всеми дядьками тётьками простецкий начальный у меня вроде куэта начальный есть ну из шутанов мне больше таки старая аутскульная арена шута номера степан рутерном это того же квейка ксотокс и всякие вот эти а батл рояля кстати всякие вообще не беру баллов еще ни разу видео со стороны как играют вот такое мне даже возможно было бы интереснее чем всякие тактические шутеры но опять же не уверен со стороны наблюдать когда знакомы кто-то играет интересно самому не знаю а так этот замок у нас тоже уже получается исследован сейчас мы обыщем этот сундук с ловушкой конечно с ловушкой как же без ловушки гемчики проща плюс один о так проща плюс один надо ли кому такое что-то я не думаю нет фигня полная а к тому же проща плюс один есть у фармида запасные нам не нужны сейчас тогда возвращаюсь как бы тут вернуться так чтобы на энкаунтер еще один напороться нет безнадежно тут всегда напоришься хотя нет тут можно напороться не хочу не хочу напороться ну хотя что мне мешает давайте ой минурный демо не 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 убежать попытался не получилось а жаль я бы убежал сейчас мы фаербом по ним жахнем у них не так много здоровья неприятно только что они регенятся и у них есть жуткий энерджи бласт от которого все плохо делается больно больно бьют блесочка я очень-очень много играл когда учился в колледже но относительно в колледже играл все это не знаю в игре 3 это было diablo 2 dungeon keeper 2 и а кстати этот как называется то star wars battlefront star 1 2003 штуль года и в кс condition zero вот он мне нравился тем что там есть всякие задания с ограничениями типа пользоваться только такими-то оружиями всякое такое баудурский 3 это ну как жду я его не то чтобы жду я в него поиграю обязательно потому что я и и баудурский люблю и и рп ги варенов divinity original sin 2 я вот его история была в семнадцатом году когда выходила вторая часть мне тогда подарили ультиму 7 мою любимую особенно вторую часть седьмой части серпентайл я такое пишу ну блин а че как же жить теперь лучшую рпгу на свете прошел потом поиграл divinity original sin первую я такой ну близко близко нормально а потом вторую и все такое нормально ларианы могут всю жизнь хотели сделать свои ультиму 7 у них получилось по-другому но но хорошо очень хорошо я знаю что многие недовольны тем что баудурский 3 будет визуально похож стилем даже на divinity original sin что там будет не реал таймовая с паузой боевка пошаговая но я вообще нормально к этому отношусь и вообще понимаю тех людей которые привыкли к dnd шным играм и гбл дурс гейнтов в частности в том виде в каком они есть понимаю также тех кто топит исключительно за пошаговую составляющую боевки потому что он днд шка так и играются в общем то и мне мне интересно будет какая она получится и я думаю что у арены справятся все будет хорошо с баудурский 3 что сделать что у нас по стрелкам вообще нормально лечить кого-нибудь да не надо живем а ну это же свет солнца не лечит не фэрбов искать точно я думал это ход и горки чайочку немножко в диван дивинити играл помню не прошел но когда-нибудь обязательно надо потому что она мне очень понравилась beyond дивинити тоже выглядит интересно вот с дивинити 2 я вообще пока не знаком это как он эго драконец знаю что она трехмерная пока на этом все во вторую оригинал син я рекомендую я знаю многие со мной не согласятся как хардкорные рпгшники всякие что надо делать своего персонажа я настаиваю на том что нужно взять одного из готовых с истории потому что там это очень сильная часть связь истории персонажей сопартийцев там максимальное количество человек в пати 4 у каждого свой какой-то квест и они все так переплетаются интересно какие-то общие места есть противоречащие друг другу задачи и я проходил дивинити оригинал син дважды потом играл еще так дважды я очень хочу пройти еще раз взяв персонажем в себе и фана бен мезда я уже знаю как хочу им отыграть особенно в финале такую опа вот этот поворот сделать там прям красиво можно развернуть конечно понравится она не всем это же дело вкуса какой номер ща ребятишки мы на 5-10 минут отойдем на перерывчик тут нам всякого привезли да и перекурить уже пора вы не скучаете пока вспоминайте свои любимые воспоминания и ощущения от стареньких и новеньких рпк я тоже какие-нибудь вспоминаю какие мне понравились какие в связи с ДНД шними моментами хорошо мне зашли а какие наоборот оттолкнули в том числе которые я ждал и были мне интересны спойлер на свой год гост легендс что что это что Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Панели спать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Возможно, отчасти потому, что Ей занимались люди, которые до этого работали только над шутером Хоть и под дирекцией человека, занимавшегося одной из Dragon Age Много ругались за то, что там Заклинания не надо запоминать Что Аманы нет И Единственное, что там есть Это кулдауны в заклинании Ну я такой, ну ок, нормально Что такого, Dragon Age так же Ну и в пятой редакции ДНД Мне лично не знакомо Может там примерно что-то такое же Ну и к тому же я понимаю, что В пятую редакцию в том числе играют и те люди Которые играли и в старые Но сейчас они выросли У них там возможно какие-то работы Семьи И не так много свободного времени, как раньше И такие быстрые Быстрые такие партии Сессии Это то, что им может подходить сейчас лучше, чем В старые добрые Их времена, когда они могли у мамки в подвале сидеть По несколько суток За кока-колой и пиццей С девятью садами Не хотелось одни Три Кого-нибудь лечить нужно? Ну я угуманист, конечно Только бы они не жахали слишком много энерджи-бластами Молния Замечательно зашла Ещё я хочу когда-нибудь Найти какой-нибудь рогалик Именно по ДНД-шным правилам Не такой из старых Типа того же Ролга Ангбанда Которые так или иначе На ДНД-шной Все этой цифристики основаны Именно вот прям такой натуральный Натуральный Более новый ДНД-шный рогалик Я думаю такие есть Надо просто искать На том же Рогуи Темпу Или Рогуи Басине Чё-нибудь интересное наверняка есть В Архаммерске помню Рогалики попадались Раньше частенько наблюдал за Вот этим конкурсом Соревнованием 7-Day Ruglike Где нужно за 7 дней Рогаличек состряпать какой-нибудь Часто Какие-нибудь очень неожиданные Хорошие из этого проекта выходили Которые потом продолжали развиваться Ну и всё Мне сейчас от Томаса Бископа Приходит иногда почта Где можно По ссылке скачать Альфа-версию Аутимейта дома Так и не скачал И не попробовал Ну очень интересно Что он там сделал Адом мне очень нравится Я его ни разу не проходил Но он много играл И Великий всё-таки рогалик Не зря сегодня считается Одним из основных Таких больших Серьёзных рогалей Он даже нарушил Немножечко конвенцию Классических таких рогаликов По берлинской конвенции Там есть Вот эта вот Большая карта мира Которая всегда одинаковая Вообще он больше Как Обычная Пошаговая Рпга играется Но С рогаликовой эстетикой Как и внешней Так и внутренней Ответ А У свет солнца Кончилась мана Хотел Ответочку Энерджи Бласт Пустить Ну ладно Сейчас Вдохнём Отдыхаем Отлично Обыскиваем сундук Конечно же С ловушкой Польза нас Эрролс Надеюсь Никто не заразился Ядом Конечно же Половина пати Заразилась ядом Идём в город Восстанавливаться Блин Тут Энкаунтер Я попытаюсь От него Убежать Не Получилось Гномы Не так Опасны Гномов Мы Молниями Потом Обработаем Фейербольчик На Минорных Демонов Неплохо Вообще Найс Свет солнца Ты удивляешь Может Когда Может Дилей На 9 Нормально Окно Гуманист Пожалуйста Бахните Немножечко По Блинерному Демону Отлично Дуо Край Его Добил Всё Супер Осталось Только Пчёл Бояться Ну Как говорится Пчёл Бояться На Пасеку Не Ходить Сейчас Мы Поджарим Немножечко Чем Нибудь Всё Сейчас Продуцирую Не то Продюс Фрост На Пчёл Или на Демона Лучше Нет Как-то Маловато Вышло Всё На доходы Свет солнца Дождаться Молнией Жахнуть Вот они Уже Рой Пускают Неприятно А вот Свет солнца Вырубился Неприятно Ещё Не попадаем Нифига Всё Минус Демон С пчёлами Попытаемся Разобраться Неплохо Опыта Принесём На Сейву Давайте Давайте Сёрф По пчёлкам Поработаем Чё Мы по ним Не попадаем У нас Блэс Есть Блэс Есть Лечить Себя Давай В первую очередь Да там уж Как-нибудь Сдюжим Есть Минус Пчёлки Давайте Ещё Давайте Ещё Попадаем Попадаем Ребятишки Сёрф Армит Не беспокойтесь Сейчас Мы вас Выведем Из Бессознательного Состояния Свет Солнца Умер Придётся Оживлять Чтоб Молниями Бахал Полечим Неогуманиста Или Кириган Кириган Лучше Попадает Вот Неогуманист Сейчас Не попал Кириган Попала Ух Жёстко Сёрф Армит Подымайтесь Четыреста Экспо Солидно Отдохнуть бы Хоть и с ядом Блин Свет Солнце Мёртвый Ловушек Ещё схватили Немножко Гемочков Сейчас Отдам Сразу Кому Следует Хорошо Хорошо Что Мёртвому Можно Отдавать Вещи Забавно Ого Спасибо Выглядит Здорово Мм Вот он Хрючили Не, она даже... Даже на вид не карательно На вкус и подавно Рукоп, ну что, ты красишься на что? Угу Сначала на сейф Сначала на сейф Кого лечить? 2,3,5 Спасибо Донации сделаем в храм, не знаю что это дает Возможно тоже что и мне если донацию делать Ничего кроме Чувства Приятного чувства от совершения Добродетели жертвенности И щедрости Все отдохнем и снова засеемся О, как я придумал О, вон у нас напали пока мы отдыхали Кентаври и Пегасы можно убежать? Можно Нормально отдохнули? Нет, надо отдыхать О, сейчас нормально отдохнули, надо засыпаться Надо печенье съесть О, вон у нас 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 Угу Так, сейчас опять в северный замок И оттуда через Невозвратный спуск Отправляемся в ту часть карты Где Неизведанные еще места Это может быть опасно, это скорее всего опасно Так, мы соскользнули в лес Попытаюсь в этот квадратик Зайти или нет? Сюда все-таки никак Будет точка на карте Никак не подсвечена А можно тут зайти куда-нибудь? Нет Надо проходить через энкаунтер Обязательно, поэтому я сделаю Кожу на всякий случай Ой, а что тут так страшно? Циклопы первый раз, вижу циклопов Они жуткие Да? И картинку тоже, я не помню, картинку А, да Фаеренты Змеи Вроде все фигня, не считаю Этих циклопов Бьют больно Ну да, но они слабенькие тут хотя бы Угу Ну вот, змеи слабо кусаются Даже не отравляют Циклопы стукнули, но не очень сильно Ну да, мы в попыхах собирались Не Можно уже циклопов фокусить Но змеи много Они бьют не сильно, но их Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук А еще и гном есть Ага Наверное, с гномика попытаюсь вырубить Вот хорошо, и что он бьет сильнее, чем змеи Неприятно Блесс не помешает, естественно А еще змеи может усыпить свет солнца Но нет, лучше циклопов молнией пожахть Еще надо будет защиту от огня скастывать Ну нормально Даже муравейчик один ушел Понемножку будем выщелкивать змеи По возможности Которые у нас осуществляются Лечить пока не нужно никого Терпим Но если Один циклоп жахнет На максимальный свой урон Два до пятнадцатых Это тридцатка То он сможет вырубить И свет солнца, и края Независимо от того, сколько они Насколько они здоровы Потому что хп у них меньше тридцати Неприятно Неприятно Защиту от огня Сколько процентиков? Двадцать шесть, поди опять Да, двадцать шесть Стабильно Ух ты Двадцать семь урона Свет солнца Ты сегодня В ударе, что ли? Аблесс у нас есть? Чуть мы не попадаем Ну да, аблесс у нас есть Но че-то мы не попадаем все равно Ничего Не страшно И такое, конечно же, бывает Свет солнца можно и пылить Нет, не надо Лучше циклопа дожарить Не дожарилась Все, нет циклопа Сейчас ты безопасно Относительно уже Безопасный бой Муравьи даже огнем не дышат нынче Неплохо Свет солнца Слег но ненадолго Точнее слегла Свет солнца у нас девочка Лечим Никого Лечим муравья От жизни Их смерть станет их блюдом А мы станем их поварами Вот и замечательно 379 опыта Насколько это близко к уровню сейчас? Ну не очень Надо еще 8 тысяч Для половины партия Для остальной половины Еще 24 тысячи Много Ловушка В любом случае Я сейчас Ну нет Я сейчас смогу вернуться В город Если использую Ковер самолет А еще Прощу Не продал Точно Что у нас тут Двое ослепли Пойдем отдыхать О Так Сюда можно пройти Сюда можно пройти Сюда можно пройти И даже сюда А здесь у нас Воры Это не сильно страшно Гиппогриф Это серьезно Может быть Гигантские пауки Примерно на том же уровне Серьезности Ну тут мы справимся Их можно усыплять Всех кроме пауков Поэтому начну Гиппогриф Гиппогриф Наверное Обрабатывать Блэск Сначала Да Приехал Да Отлично Отличное число Чтобы приехать Или сон Давайте сон На касту О Гиппогриф Отлично Отлично Неплохо Вообще Неровно Даже больше Чем У него Здоровье Есть Если они Хорошенько Попадут Так что Мы просто Будем добивать Вора Не попадать Керриган По паукам Начнет работать А свет солнца Их добьет Почти всех Крайф Сегодня Молодец Гиппогриф Ага Вора Бежал О На нормальной Скорости На 700 Циклов Музыка Победная Даже пропускается Если начинаешь Искать Удобно Отдыхать Нам Пока Наверное Не надо Здесь и не получится Здесь опасно Отдыхать Куда мы можем Пройти Вот здесь Что-то было Интересное Я все-таки Отдохну Пойду Так Тут у нас Ага Вот древние рыны Которые нам нужно По квесту Найти Видно Следы Недавнего Использования Нет Подождите Сначала Я тут Обойду Все Что Можно Потому что Тут есть Еще Что-то Вот здесь Участочек Можно Исследовать Но тут Нет Вот здесь Можно Понятно А вот Что у нас Тут Ааа Ооо Тут у нас Пещера Какая-то Еще Так Я сейчас Запишу Себе В тетрадке Чтобы Не забыть Где у меня Тут Моя Меджиковая Страница В конце Записи Во Так Это У нас Б1 Б1 И Там Там Пещера Есть Записал Ого Так Сначала Блогово Потом В пещеру Я так думаю Ой Тут даже Немного Походить Успел Есть У кого Факел Нет Будем Магии Использовать Для Освещения Так У Ебал Дремала Есть Заклинание Света Да Есть Можно Будет И у Него Чтобы Свет Солнца Ману Не тратил Ему Как-то Для Атак Важнее Хотя Егорке Нужно Нас Лечить Дилемма Тут Будет Энкаунтер Нам Нужна Кожа Друиды Могут Исыплять Это Плохо Я Попытаюсь Убежать Не Получается Не Факт Что Здесь Можно Убежать В Принципе Это Очень Опасный Бой У них Много Здоровья И Они Усыпляют Убежать 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 У нас У нас Нет Никаких Сопротивляемостей Ко Сну И Никак Нельзя От Него И Слечить А Есть Нюхотельная Соль Но Она Она Украя Кстати А Нет Он Свет Солнце Он Сбит Желательно С друидами Разбираться Если Тут Что Небудь Получится То До Того Момента Когда Можно Вернуться Будет Если Нет То Уже Можно Будет Заканчивать Если Тут Нас Сделают Сайланс На них Покидать Можно Кстати На них Можно Сайланс Покидать Чтобы Они Сонник Ставали На Кого Нибудь Из Тих Кто Покрепче Не Получилось Блин Зря Потратил Ход Край Нанес Один Дамаж Надо Было Тридцать Два Надо Было Тридцать Два Чем Я могу Их Жах Нать Ну Сколько Три Дамажа Надо Пытаться Бежать Из Этого Боя Все Спят Угу Тут Ничего не Сделать Только Бежать Пытаться А У кого То же Есть Заклинание Он Скорее Все Не Боевое Выйти На Поверхность Бежать 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 Они Они В основном Кастуют Сон Бежать Полезно Бесполезно Бесполезно Не попадает О Есть Заклинание Разбудить Кстати Но Это Бесполезно Тоже Потому Что Их Много Они Будут Кастовать Это Снова Если Пейн Ему Сделать Что Получится Четыре Дамажа Всего Чего Так Мало Единорог Убегает Можно Попытаться Понадеяться На то Что Они Все Убегут Можно Полечить Неогуманиста И На что Нибудь Действительно Еще Понадеяться О Минус Героид Минус Героид Неплохо Даже Не так Плохо Что Они На Проповую Кастуют Сон Потому Что Так Они Не Убивают Никого Опять Стих Усыпили Прямо Керриган Похоже Да Вот Можно Было Тут Своих Бить Чтобы Будить Было Было Интересно Кого Лечить Надо Надо Кое Кого Лечить Себя В Первую Очередь Если Могут И Они Больно Ударить Могут У них Два Д Восьмых Неприятно И Амулет Серофармида На сопротивление Косну Не очень То И Работает Пусть Опять Себя Полечит Надежнее Вот Минус Еще Друит Шансы Вообще Где-то Есть Какая Трикса Срубить Сначала Что Он Бьет Всегда Давайте Так Сделаем Полечим Керриг Ебал Дремал Не уснул И Сейчас Не уснул Неплохо Держится Опять Керриган Лечим Цвет Солнца Или Свет Солнца Вылетит Чтоб Он Волни Работал Давай Попытаемся Рискнем Пожалуй Ну Он Проснулся Спящим Поднялся Из-за Сознания Спящим Сейчас Все Уснули Керриган Сербеля Можно Было Вылечить Ее Вот Свет Солнца Давай Кому У ней Доживи Еще Разок Сделать Точно Так же Могли Горка Не уснул Кфор Снова Все Сдались Сэрфармикс Еще не Спит После того Как его Стукнули Че Шансы Есть Какатрикс Вышел Сон На Сэрфармида Не сработал Опять А сейчас Сработал Ну Стукните Уж Кого Нибудь Сэрфармида Стукнули Серьезно Стукнули Блин Один ХП Остался У одного Из Друидов Но Зато У нас Ебал Дремал Очнулся Ото Сна И Полечит Он Сначала Себя Надо Держаться Надо Держаться Хотя У него Очень Мало Мана Осталось На Сколько Там На Пять Больших Лечения На Одну Маленькое Все Осталось Три Друида У одного Из них Мало ХП Все Спят Или Вырублены Край Вообще В этом Бою Сейчас Ничего Не Сделают Потому Что Они До Него Не Достают Не Смогут Ударить А Сон На Нем Так И Лежит Никуда Не Денется Со Временем Он Судя По Всему Не Проходит Только После Любое Вот Так Можем Полечить Неогуманиста Пока Он Жив Сам Можем Полечить Керриган Ну Она Промазала Ну Гуманист Тоже К сожалению Сейчас Он Ее Еще Раз Пролечит Она Попадает Лучше Блесс У нас Даже Нет Все Осталось Два Друида Но Они Целенькие 30 32 ХП Соответственно Ну Это Уже Меньше Половины Неплохо Ну Опять У нас Все Уснули Сейчас Хотя Бо Можем Выдержать О Можно Жить Себя Лечить Срочно Керриган Лечить Не Менее Срочно Вовремя Блин Недостаточно Маны Уже Чтобы Лечить Нормально Полечим Как Можем Тоже Бей У тебя Уже Маны Нет Остался Один Друид Есть Ли у тебя Ничего Нет У тебя Думал Может Хоть Что Небудь Восстанавливающей Ману Есть Мажет Край Один Остался Нормально Сможет Ли он Спасти Ситуацию Нет Ну и на этом Можно Закончить Спасибо Всем Кто С нами Сегодня Погулял Немножечко Подзаработали Опыта Да Исследовали Замки А в Визер Суэр Этот Пойдем Уже В следующий Раз На этом Все До Свидания Я Продолжение следует Продолжение следует